Сегодня сбор денег на благотворительные нужды стал обыденным явлением в жизни общества. И, увы, занимаются этим не только официальные фонды, но и частные лица. И тут возникает резонный вопрос, а действительно ли собранные средства идут на благие цели, и не утекут ли деньги в чей-нибудь карман. И это в лучшем случае. Как показывает практика, порой за благовидными людьми скрываются не только обыкновенные аферисты, но и пособники террористических организаций. Больному ребенку или на строительство мечети – все по классике. А по такими предлогами более 10 миллионов собрали жительницы Дагестана на нужды боевиков запрещенной в России Международной террористической организации ИГИЛ. 23-летний именатор Заханова и 33-летний Ашанисад Хайбулаева знали, как играть на чувствах людей, и входили в доверие, а тысячи дагестанцев, и ничего не подозревая, переводили свои кровные. Через сеть интернет они познакомились с находящимся в международном розыске участником незаконных вооруженных формирований, который в 2015 году выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях. Женщины предоставили свои банковские карты, через которые осуществлялись переводы денежных средств на нужды бандформирований, действующих на территории Сирии. И это не единичный случай. Благотворительные сборы – это один из самых эффективных и популярных способов, которые используют пособники террористов для привлечения денег извне. Рысок колодца в Африке, строительство мечетей, помощь тяжелобольным детям. Прибегая к ряду гнусных способов, мошенники зарабатывают огромные деньги. Как обезопасить себя от подобных случаев, мы поинтересовались у эксперта. Первый совет. Обязательно не переводить средства никому, кроме как благотворительным фондам, официальным, действующим в республике, зарегистрированным в Минюстри. Для того, чтобы проверить, они зарегистрированы в Минюстри или нет, можно зайти на сайт налоговой, можно зайти на сайт руспрофайл, очень легко. Не переводить средства на какие-то ютуб-каналы, на какие-то проповедников сомнительного характера или проповедников, которые признаны в России ин-агентами. Для того, чтобы проверить, они являются иностранными агентами или нет, тоже есть соответствующие сайты, где их список есть по фамильной организации. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Попасть под уголовное дело может и сам благотворитель, который перечислил деньги пособнику террористов. Доказать отсутствие умысла удается в крайне редких случаях. Наша республика сегодня, к сожалению, занимает ведущую лидерскую позицию именно в плане правонарушений, связанных с экстремизмом, терроризмом, в частности сети интернет. И зачастую это как раз-таки больше связано с тем, что люди волей или неволей, даже от незнания, совершают определенного рода платежи на непонятные счета и попадаются под определенного рода часть уголовной базы. Они даже не проверяют, отправляют эти деньги, и в итоге либо оказывается в лучшем случае, что они становятся обманутыми мошенниками, их обманывают на деньги, а в худшем случае уже финансирование терроризма. Он может с кем-то коммуницировать и так далее. То есть лучше избежать этих рисков, нежели чем потом разбираться с этими делами целые годы и доказывать, что ты невиновен. Сети интернет, знаете, проблема в том, что человек не сможет скрыть свою причастность к тем или иным вещам, потому что там цифровой след он остается, и как бы она не стирается. Семь раз проверь, один раз отдай. Так можно перефразировать пословицу, если речь идет о благотворительности в интернете. Социальные сети – один из самых распространенных способов вовлечения пользователей в террористическую деятельность. Добрый виртуальный приятель на деле может быть опытным вербовщиком, чья цель – набрать новых пособников или раскрутить людей на финансовые поступления. Переводы с карты на карту. Здесь тоже стоит быть осторожными. Если деньги, перечисленные вами частному лицу, будут использованы в незаконной деятельности, велик риск попасть под уголовное дело. Даже если у вас не было злого умысла, никто не может дать вам стопроцентной гарантии, что вас не обвинят в финансировании терроризма. Я оттолкнусь от одного примера, когда молодой человек общался с девушкой в интернете, так сказать, искал себе супругу с Еманом. Видимо, нашел. Он, по крайней мере, так думал. Долгое время переговаривали, общались. То есть в итоге та просит отправить деньги ей на счет, что хочет приехать в Тагестан и так далее. Перекидывает. В итоге оказывается то, что девчонка находится в рядах запрещенной террористической организации ИГИЛ, находится в совсем другой стране. А вот под саду попадает молодой человек. И здесь, знаете, проблема остается в том, что человек здесь оставляет свой цифровый след. Есть факт того, что он общается долгое время с человеком, который находится в федеральном розыске, или вообще числится террористической организацией. И тут сам контакт, по сути, является уже в определенной степени риском, то, что на него могут завести определенное какое-то дело и так далее. За два года зафиксировано почти 20 таких историй. Некоторые лица уже осуждены и отбывают наказание. Уголовный кодекс России в этом смысле довольно суров. Даже казалось бы, за мелкие переводы, пусть это и символические 100 рублей, можно надолго попасть за решетку. Стоите на улице, к вам подходит человек и говорит, мне на карте нет, идти до терминала далеко, и можно ли через вашу карту перевести 50 тысяч рублей. Вы, наверное, переведете там. Просто неудобно отказать и так далее. Но у этого неудобно, есть свои последствия, могут быть. Вы будете уверять соответствующие службы, уверять, что это вас попросили и так далее. Но факт, достаточен факт того, что вы уже перевели эти средства, и вас могут привлечь к ответственности, возбудить уголовное дело по факту финансированного терроризма, экстремизма. Закон таков, что достаточен факт нарушения. Моя рекомендация такая, что я, например, отказываю. Я говорю, нет, у меня нет возможности, я не хочу переводить. И все. Мне лучше, наверное, быть в таком положении, постыдно, вот я отказал человеку, и не ошибиться. Поступником террористов может оказаться любой человек – сосед, сослуживец или бывший одноклассник. Нельзя жить в страхе, но надо понимать, что опасность может быть рядом и быть более бдительными. Батимут Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.